ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И четвертый год подряд, четвертый сезон, к ряду. Спорт-клуб КПРФ и мини-футбольный клуб КПРФ проводит турнир, собирающий под свои знамена команды, коллективы КПРФ из различных регионов России. Сейчас мы с вами наблюдаем за ходом встречи за третье место. 24 коллектива приняли участие в состязаниях в этом году. Для начала они были разделены на 8 групп по 3 команды, по 2 выходили в 1-8 финала. Первая стадия плей-офф состоялась еще вчера, а сегодня коллективы, начиная с 1-4 финала, выясняли отношения и понимали при этом, кто из них лучше подготовился к четвертому подряд соревнованию, носящему громкое, но при этом фактически совершенно справедливое название. Таланты России и первый голевой момент матча за третье место. Блестящая игра галкипера Тюменцев. Тюмень и Ангарск противоборствуют поединки за бронзовые медали. И сейчас полевые игроки Тюменцев благодарят своего галкипера за этот суперсейф. Сыграл он под стать вратарям мини-футбольного клуба Тюмень. Здесь можно вспомнить весьма кстати имя Драга Аксентьевича, Сергея Логинова и других голкиперов, которые в свое время защищали цветами мини-футбольного клуба Тюмень. Но в отличие от клуба, выступающего в российской суперлиге, тюнира таланта России, вы уже от диктора слышали представление составов. Я перед этим, перед тем, как... Ну давайте, во-первых, назовем галкипера Тюменцев, уже однажды вступившего в игру и выручившего, спасшего свою команду от, казалось бы, неминуемого гола 2 в 0. 2 в 1 галкипера выходили игроки Ангарска. Артур Насибулин защищает ворота Тюменцев. У него первый игровой номер. Здесь и мне действительно показалось, что мяч покинул пределы площадки. Но один орбитер работает на этой встрече, поэтому не всегда он имеет возможность углядеть и на все 100% оценить то, что происходит на дальней, противоположной от него бровке. Но турнир все-таки носит полулюбительский характер. Здесь много игроков-любителей. Есть и представители мини-футбольного клуба Красная Гвардия. И безусловно, безусловно, наставники и основной команды. Бейся Гурамович, Заидзе и руководство мини-футбольного клуба КПРФ. Все основные лица деятели гуманистической команды здесь. А у нас уже момент поворота. Ангарска. Очень здорово на позиции. Столба сыграл 19-й номер. Тюменцев, Иван Кунгурцев развернулся, пробил правой ногой. Кстати, обращает на себя внимание тот факт, что Кунгурцев действует в разных футзалках, в разной игровой обуви. На левой ноге у него так называемые Икци, Мюник, а на правой Адидас. Сейчас, быть может, сразу с двумя афирмами конкурирующими успел подписать рекламный контракт, рекламное соглашение. Минутка, секунда юмора в нашей встрече. Попытка продолжительную такую стеночку разыграть. Быстро о регламенте соревнований. Команды играют два тайма по 15 минут, но грязного времени. Поэтому сейчас, когда мяч ушел за пределы площадки, время не останавливается. Ну и если команды в основное время свою встречу завершат ничью, тогда сразу мы с вами увидим серию послематчевых пенальти. Шестиметровый! Не успевает игрок Ангарска. Это явно наигранная, заготовленная комбинация, домашняя заготовка. Но не успел 17-й номер Ангарска замкнуть дальнюю штангу. Сулим Сулимов. Оказался ближе стальных партнеров по четверке полевых игроков Ангарска. К тому, чтобы попасть в цель и открыть счет с забитым голом. В этой встрече давайте вспомним, как шли матчу за третье место оба коллектива. Тюмень в своей группе заняла первое место, первую позицию, две победы. 2-1 над Мордовией и 3-0 над Архангельском. Как только появится пауза и побольше времени, я обязательно назову все 24 команды, принимавших участие, до и до сих пор играющих на разных площадках Крокус-Экспо. Арины. Варюма. С мячом Тюмень. Тюменцы перешли в позиционное наступление. 2-1 Мордовию обыграли, а затем еще более уверенно 3-0 коллектив из Архангельска. В свою очередь Ангарск уступил в первом матче Воронежу. 1-3. И по этой причине уже во второй игре была необходима победа коллективу, представляющему Восточную Сибирь, дальнее местечко, город на карте Российской Федерации. Откуда из Восточной Сибири добрались сюда и очень достойно представляет и свой город, и регион в целом. Во втором матче Ангарск переиграл Ульяновск со счетом 5-2. Затем уже после группового этапа еще вчера команда провели матчи 1-8 финала. Тюменцы 5-0 разгромили команду Башкирии. Матч, утешительный матч с участием команды Башкирии. Мы видели предыдущим заходом на центральной основной площадке. А здесь первый фолк, явное нарушение правил. Все в порядке, извинился игрок тюменцев, после чего направился на скамейку запасных. Но я поправлю себя немного. Второй фолл уже утюмлений. Не первый, но первый столь явный и бесспорный. Даже достаточно грубый, но из-за того, что игрок, провинившийся, сразу же попросил у соперника прощения. Арбитр не стал предъявлять желтую карточку. В 1-8 финал еще раз Тюмень, Башкирия 5-0. Ангарск также очень результативную встречу провел и переиграл команду, которая в предыдущих трех розыгрышах наших соревнований выступала более чем достойно. Коллектив из Липецка. Причем в 2016 году липчане выиграли турнир талантов России. И Олег Кручинин, ныне игрок и второй команды КПРФ, КПРФ-2, уже дважды становившийся победителем перенства России среди команд высшей лиги. Человек, который призывается и под знамена первой команды под руководством Бесика Гурамовича Заидзе. Олег Кручинин, руководителем имени футбольного клуба КПРФ, был замечен именно на этом турнире и получил приглашение в команду. Липецк в 2016 году выиграл золотые медали, но в этом сезоне уже другой состав, другая команда, выступившая в 1-8 финала 2-6 Ангарску. Затем уже сегодня в четверть финалах Тюменцы 3-2 обыграли Архангельск-Ангарск. С таким же счетом одолел Воронеж, но в полуфиналах в упорной борьбе с минимальными результатами обе команды обидно, конечно. Уступили 2-3 в Вологде Тюменце, проиграли, и 3-4 в Тамбову команда Ангарска. Прямо вслед за матчем за третье место мы увидим финал, в котором сойдутся Тамбов и Вологда. Коллектива, которая еще ни разу в истории состязаний золотые медали не брали, чемпионами не становились, но и вообще приятно прямо сейчас осознавать, что на протяжении 4-х лет, 4-х сезонов победитель менялся. Это говорит о конкуренции, говорит о том, что коллективы, представляющие разные регионы нашей Родины-Матушки, они с полной ответственностью подходят к комплектованию своих команд, и прогресс, рост мастерства отмечают многие специалисты, работающие и в том числе скауты, появляющиеся на трибунах Красногорского комплекса. У нас уже менее 5 минут до завершения первого тайма. Упорная борьба, команды внимательно действуют пока в обороне. Было два хороших момента, в особенности у ворот Тюмени. Мы помним выход двоих болевых игроков в одного голкипера. В таких случаях в средствах массовой информации журналисты обозначают такие выходы 2 в 0. Как только у нас возникнет перерыв, небольшая пауза в игре, я еще раз, несмотря на то, что диктор встречи объявлял, хороший какой удар, мощный, плевкий в дальний угол, после индивидуальных действий, семейный логистеменцев его нанес. Владимир Курбатов. Я в паузе, в перерыве встречи. Буквально 1-2 минуты команды отдохнут, а может быть и того меньше. Подставочные листы написаны от руки каждой команды, поэтому если не ругать. Третий фолл на Тюмени. Не буду вас обманывать и говорить, что все без исключения матча турнира видел, но в составе Ангарского мне запомнился вот этот игрок, только что нанесший удар выше ворот. 33-й номер Павел Трифонов. И пускай он с излишним весом, как кажется, это со стороны, я наиболее мягко пытался донести свою мысль до вас, надеюсь, удалось. При этом очень активно, плодотворно, творчески действует впереди. И в атаке человек, который сам может завершить наступательные действия, как кажется, в числе отличившихся, в числе организовавших взятие ворот. Менее уже, чем за минуту, но само-то нарушение случилось. Секунд 10. Адемических моментов. Наверное, неким шиком будет наличие сразу на трех площадках, на которых в параллельном режиме проходят матчи, а сейчас идут и еще утешительные игры. Команда не пытая, и с точки зрения своих игровых возможностей еще неопытные люди. Я обещал вам в перерыве представить составы команд, но рассказывал о других вещах, поэтому быстренько это сделаю прямо сейчас, пока владеют мячом игроки Ангарска. Нулевая ничья. Не проходит эта комбинация по боковой линии. И затем, разряжая обстановку за боковую линию, мяч выносит за пределы площадки галкипер Тюминцев. У Ангарска капитаном является Дмитрий Гусев. У него одиннадцатый номер. При этом галкипер команды Дмитрий Дадыкин. Дадыкин и первый игровой номер. Но и также фалят тюменцы. Завелись игроки. Но здесь уже, откровенно говоря, второй раз по ходу встречи очень сильный и откровенный удар по ногам получает Руслан Дукаян. И здесь, похоже, уже без желтой карточки не обойдется. Причем оба и нарушивший правила игрок, и затем за спор, за неспортивное поведение, за жалобы в адрес арбитра и организацию такой небольшой микро стычки, Дукаян также получил желтую карточку. И предупреждение еще и досталось игроку Тюмени. Первоначально нарушившему правила. В игровом эпизоде то ли Руслан Амезов ее получил в желтую карточку, то ли Артур Ахмиров. Два варианта. Я надеюсь, что... Нет, не Руслан Амезов, а седьмой номер Владимир Курбатов. Два варианта такие. Я надеюсь, что до удаления не дойдет. И далее в составе Ангарска. Полевые игроки уже Дмитрий Ионов, десятый номер, 33-й Павел Трифонов, седьмой Юрий Абрамов, 17-й Сулим Сулимов, 88-й Иван Раскличко, 23-й Дмитрий Быков, девятый Руслан Дукаян и 27-й Никита Анкилов. В атаке Тюмень. 0-0. Необычный результат для соревнований этого сезона. И пытался прервать голевую засуху седьмую номер. Тюмень, один из самых опасных в составе команды в красно-белой форме. Владимир Курбатов. Под 72-м номером выступает Данила Яхантов. Является капитаном команды. И Курбатов с левой ноги в одно касание. После розыгрыша стандартного положения гоняет мяч почти что в дальнюю от себя девятку. 1-0. Тюмень буквально вперед. Нет, я беру свои слова назад. Все же не Курбатов, а Курбанов. И вот опять же от руки заполнен протокол обеих команд. И вот здесь как раз на самом спорном месте. Мы, кстати, знаем игроков, выступавших на профессиональном уровне. И Руслан Курбанов играет за мини-футбольный клуб КПРФ 2. Но в свое время выступал на профессиональном уровне и игрок по фамилии Курбатов. Ангарский тем временем получил супер шанс быстренько выровнять положение. Но в перекладину пробил 17-й номер команды. Сулим Сулимов роскошной возможностью не воспользовался. Иван Курбурцев 19-й номер в Тюмени 9-й. Артур Ахмеров. Павел Ларионов 22-й. Тимур Чанышев 24-й. Артура на Сибуле мы представляли. У него первый номер 89-й. Вадим Каидов. 68-й Евгений Коваль. Всех мы представили. Даже сыграли передачу. Поучаствовали в комбинации. Тюмени. Я надеюсь, что после этого паса, и еще бы сейчас забили игроки в красно-белой форме, не будет на меня обижаться Владимир Курбанов. Если вдруг он не Курбанов, а Курбанов. Седьмой номер забил. Он вывел свою команду вперед. И сейчас мог оформить дубль. Но попадает в ногу защитника Ангарска. А предыдущий голевой момент пустил после великолепной разыгранной комбинации Иван Кунгурцев, 19-й номер Тюмени. Тот самый, чей туфля. Высокий блондин в черном или белом ботинке? В черно-белом ботинке. И это все о Иване Кунгурцеве. Он разыграет угловой. И как мы видим, сразу несколько заготовленных комбинаций в основном выводит Владимир Курбанова под удары. Не скажу, что двое других полевых игроков как-то намеренно, целенаправленно ставят блоки заслоны с защитным порядком Ангарска. Но сам Курбанов очень здорово освобождается от опекуна. Есть у него стартовый рывок и те качества, которые необходимы при создании голевых моментов. Ну и потом мы уже видели, что левая нога у него ударная. Причем из дальней дистанции готов, если что, приложиться. Слишком хитрый ход. Так провести галкипера Тюмени сухим листом, прямым ударом с угловой отметки. Вряд ли получится. 8,5 минут до завершения матча. Будем говорить основного его времени. Такой момент классный. Да, выделяются 7-е и 17-е номера у Тюмени. Почему я назвал 17-е? Да, конечно же, 19-е номер у Ивана Кунгурцева. Небольшая пауза. Сами сейчас у себя время украли игроки Ангарска, потому что оно не останавливается. Грязное об этом. Незабываемо. Ангарск уступает. 0-1 по меркам мини-футбола. Это совсем небольшое преимущество. И вот это шедевр. Мини-футбольная поэзия, настоящая на нашей площадке. Потрясающим образом на перекатах хладнокровно, спокойно разобрался со всей обороной и с фратарем Ангарска. 19-й номер в Тюмени Иван Кунгурцев на заметку руководителем мини-футбольного клуба Тюмень. Таких моментов в исполнении Артема Антошкина или Андрея Батырева не хватило в выездных матчах бронзовой серии. Также забронзу сейчас Тюмень играет в российской суперлиге против Синары, победив дважды дома. Затем уступила. Уступила на выезде в двух играх к ряду и теперь судьба бронзовых медалей чемпионата России решится в пятом матче в Тюмени. Ангарск моментально отыгрывает один гол выпустит пятого полевого. Причем вы видели как разыграли все. Как по годам и стоматийно передача на дальнюю штангу проспел первым же касанием. 88-й номер команды Ангарска влачившийся спортивный костюм. Но это турнир полулюбительских игроков. Есть, конечно, здесь и профессионалы, уже познавшие вкусы игр высшей лиги, но у некоторых команд попросту нет дополнительной игровой формы, поэтому приходится использовать и всевозможные средства для того, чтобы отличить пятого полевого. и так, надев спортивный костюм, Иван Распутько почти что Иван Распутин в составе Ангарска. Один гол отыграл. И интрига у нас сохраняется. Очень интересная составляющая напряжение на концовку игры. Я напоминаю, что мы смотрим трансляции четвертого в истории турнира таланты России под эгидой и под руководством спортивного и мини-футбольного клуба КПРФ выпускает шанс сравнять счет, но здесь выделим самоотверженный хорошее действие в обороне. Каибов в подкате помешал сопернику и кроме того мяч остался, достался Тюмени после этого эпизода. Отличная передача из Сулота удар. Сейчас бы еще заглянуть в блокноты руководителям мини-футбольного клуба КПРФ Бесик Гурамымчу Заидзе. Кто у него там уже на карандаше? Я думаю, и Курбанов, и Кунгурцев. Вот это пара игроков Тюмени, причем совершенно разноплановые. При этом Кунгурцев способен на позиции столба при этом сыграть. Он, собственно, там действует. Достойные кандидатуры. Конечно, я об этом говорю, не знаю о возрасте и того и другого. Конечно, этот фактор очень важен в определении тех игроков, которые могут хотя бы получить шанс приехать на просмотр. Сначала не в основной состав, а, безусловно, речь только о КПРФ-2 или о Красной Гвардии. Оригинальный прием от Кунгурцева. И опять с пятым полевым действует Ангарск. Тут, если не на два, то на полтора можно оставшееся время по меркам мини-футбола профессионального делить. Так, вроде бы, 4 минуты, но чуть меньше. 3,50 у Ангарска. Но, смотрите, сейчас мяч ушел за пределы площадки и для того, чтобы его вернуть на паркет, но требуется в среднем от 5 до 7 секунд. И все это время сжирается у команды, которая уступает в счете и наоборот играют все эти моменты на руку, имеющим небольшое преимущество 2-1 Тюменц. Аккуратно требует арбитра вести себя на площадке. Все обошлось. 1-1 у нас по фолам. Понятно, что до 10-метровых дело не дойдет. Как бы мы их не хотели увидеть, возможно, удар выше ворот. Галкипер Тюмени, естественно, торопиться никуда не будет. хотя к чести галкипера он быстренько забрал мяч в руки. Артур Насибулин по-спортивному себя повел в этой ситуации. И что, неправильная замена? Да, именно так. 5 полевых оказалось на площадке у Тюмени и всего 6 игроков и за это наказан желтой карточкой Владимир Курбанов. После того, как завершится финальный матч, а в финале, еще раз напомню, сыграют Вологда и Тамбов, состоится церемония награждения и мы узнаем имена лучших игроков турнира. Они получат памятные символические призы из рук руководителя мини-футбольного клуба КПРФ. По задней линии ходит мяч, что снова инициатива на себя берет тот самый ярко мною представленный, обозначенный по предыдущим матчам Павел Трифонов. Суперспектакль выдал Ангарск в полуфинале против Тамбова и вели по ходу поединка наверняка с противоречивым нечувствами бросились на борьбу за бронзовые медали, но и Тюмень уступила всего лишь 2-3. Имея шансы и наверняка надеясь выйти в решающий финальный матч, но то, как команды играют за 3-е место, и счеты, и голевые эпизоды, и то, как ребята выкладываются на площадке, все это говорит о том, что и бронза станет хорошей, приятной наградой, наградой за проявленное мастерство, трудолюбие, спортивный характер. Тюмень, между прочим, выиграла самый первый розыгрыш турнира таланта России в 2015 году. Так что, ну, Тюмень по-настоящему по праву считается мини-футбольным регионом, и мяч попадает под эти слова. Перекладину пошла последняя минута, нужно уже торопиться, более чем торопиться, на ангарску. Потери мяча, ворота пустые, передача и штанга. Снова каркас ворот приходит на помощь игрокам в темной форме. Иду Каян зарабатывает штраф, штрафной. Зачем так долго ставить мяч? С другой стороны и торопиться не надо, как в том фильме. Тут уже доверно разыгрывать комбинацию и в баскетбольном варианте на последних секундах выводить кого-то под удар. Ай-яй-яй. Неплохая комбинация, розыгрыш опять с доводкой в штрафную. И даже лицевую линию прошла. Каян. И возможно это ключевая ошибка в нашем матче. Поэтому у Ангарска 17 секунд уже даже 15 остается. Ду Каян все через левый фланг и все через удары. Достаточно прямолинейно. Один раз попытались давайте скажем два все-таки попытались игроки Ангарска разыграть многоходовую интересную неожиданную для Тюмени комбинацию. И все это с первого же раза с первой попытки увенчалось успехом и взятием ворот в исполнении Ивана Распудька. Во всех остальных оставшихся вариантах Павел Трифонов сам брал инициативу на себя. Врывался в центр в середину и оттуда с приличной дистанцией пытался дальним мощным ударом поразить ворота. К этому оказались готовы игроки Тюмени и похоже что возьму паузу Да именно Тюмень выигрывает бронзовые медали турнира талантов России от имени спортивного клуба КПРФ и минифутбольного клуба КПРФ Поздравляем тюменцев заслуженным успехом С инициативой они провели этот матч бронзовый поединок за третье место и голы седьмого номера команды Владимира Курбанова и семнадцатого не семнадцатого я уже я все хочу семнадцатым представить Ивана Кунгурцева у Ивана Кунгурцева девятнадцатый игровой номер именно он стал автором победного и какого красивого и значимого и эффектного и одновременно эффективного решающего гола матча за третье место повременим возможно кого-то из этих двоих игроков мы увидим на церемонии награждения оба они будут вместе со своей командой я к речи уже об индивидуальных призах а теперь финал решающая битва решающее сражение кто кого Вологда или Тамбов в борьбе за первый в истории чемпионский трофей наших состязаний трофей о Продолжение следует... Продолжение следует...